Так, ну мы сейчас совсем коротко просто скажем пару слов про оптимальное упорядочивание этих реформ, как лучше эти реформы, как лучше реформы предлагать, чтобы они прошли. И дальше посмотрим на такую модельку небольшую, как проведение реформ, когда у нас в принципе нет никакой неопределенности, все известно, но есть разные группы, которые не все из которых поддерживают, и мы посмотрим на то, что из этого выходит. Ну, соответственно, оптимальное проведение реформ у нас должно быть основано на том, чтобы мы как-то достигли вот этих вот экс-анте, экс-пост ограничений. То есть порядок реформ должен быть такой, чтобы экс-анте, мы захотели их провести. И в принципе на это есть тоже такие модели у Роланда про то, как вот это все вот в этих вот, в теоретическом смысле, как оно делает, что будет, если первая реформа пошла первой, что будет, если вторая реформа пошла первой. Опять же, это просто все из взаимоотношений этих выигрышей и проигрышей. Основная мысль в том, что мы должны каждый раз, чтобы у нас оба этих экс-анте, экс-пост ограничений выполнялись. И, соответственно, мы ориентируемся на то, что мы получаем какую-то поддержку от большинства на то, чтобы эти реформы проводились. И сейчас мы перейдем к ситуации, когда у нас теперь нет неопределенности. То есть мы, в принципе, знаем о том, что в экономике происходит. У нас будет несколько секторов. То есть у нас теперь нет индивидуальной неопределенности. То есть мы знаем про себя, что мы выиграем, проиграем после этой реформы. И в какой пропорции люди выиграют, проиграют. То есть изначально человек знает про себя, выиграет он или проиграет от этой реформы. И даже если у нас вот этой неопределенности нет, то выходит так, что вот эти политические ограничения, они также будут иметь роль. Играть роль. Допустим, у нас есть реформа торговой либерализации. Просто либерализации, какие-то тарифные ограничения снимаются. И у нас есть два сектора. Мы можем либо снять, допустим, тарифные ограничения только с одного сектора, либо с двух. Либо не, в принципе, оставить эти тарифные ограничения и оставить, как все это есть. Соответственно, потребители этих секторов, они всегда выиграют от того, что тарифные ограничения снимутся. Просто товары станут дешевле. Но производители в каждом из этих секторов, они могут проиграть, потому что вот эти тарифные ограничения, какая-то тарифная защита им давала возможность платить больше зарплаты, допустим, на своем заводе. И, соответственно, большую прибыль получать. То есть у нас, получается, три группы будет население, ноль, группа ноль, это будут потребители, люди голосующие, которые не работают ни в первом, ни во втором секторе. Мы можем, в принципе, о нем думать, как о потребителях этих двух товаров. Либо это могут быть работники государственного сектора, допустим, они там никак не связаны с первым и вторым сектором. А первый и второй сектор могут быть две какие-то отрасли промышленности, либо, ну да, проще думать про две отрасли промышленности, у нас есть какие-то тарифные ограничения в каждой из этих отраслей. Соответственно, вот эта группа ноль, от этих двух реформ, она всегда выиграет. То есть они, как потребители секторов первого и второго секторов, они всегда будут выигрывать, у них там цены на эти товары, они меньше становятся, соответственно, они могут больше купить, все такое. Группа 1 и 2, соответственно, группа 1, они работники первого сектора, если реформа проводится в первом секторе, соответственно, они от этой реформы проиграют, у них меньше зарплаты, допустим, станет. Но если при этом проводится реформа во втором секторе, то они от этой реформы выигрывают, потому что они в этом втором никак не заняты, и, соответственно, они выиграют от такой реформы, как потребители продукции того. И та же ситуация со вторым сектором. То есть у нас вот эти вот три группы, и наша цель провести либерализацию обоих секторов. То есть нам нужно каким-то образом получить поддержку от этих групп населения, чтобы провести обе реформы в обоих секторах. И опять же мы посмотрим на вот эти стратегии. Есть такая тактика, называется... Разделяем массу. То есть нам нужно как-то так по-хитрому эти группы разделить, чтобы мы могли получить поддержку на то, чтобы провести эти реформы. Ну про это я уже начала говорить, что в каждом своем секторе, если их сектор реформируется, то они от этого теряют. Но они выигрывают как потребители, если реформируется их другой сектор. Соответственно, если мы думаем про каждую конкретную реформу, от этой каждой конкретной реформы нас теряют рабочие этого сектора, но выиграют две другие группы. Это если проводится одна реформа. Если проводятся две реформы, соответственно, у нас теряют группы и работающие в одном секторе, и в другом секторе, и выигрывают только группа ноль, которая ни в каком из этих секторов не работает. Соответственно, если мы думаем про Big Bang, у нас не получится провести эти две реформы с копом, потому что у нас сразу же две группы, две из трех групп населения, они проигрывают от этих реформ. Дальше нам нужно, мы будем играть на том, что каждая конкретная реформа, от нее выиграют две группы населения, проигрывает одна. Соответственно, мы предполагаем, что 2G1 плюс L1 больше нуля, то есть две группы населения, они выигрывают. И они выигрывают больше, чем проигрывает та одна. В случае первой реформы и в случае второй реформы также. И мы здесь предполагаем, что вторая реформа, она приносит больше выигрышей обществу, чем первая реформа. Ну, это просто предположение. И, соответственно, мы будем предполагать, что у нас вот это такое условие большинства, то есть у нас большинство решает на то, как проводится реформа или нет. Соответственно, чтобы реформа провелась, нам нужно получить поддержку от двух групп из трех. Мы предполагаем, что государство у нас заинтересовано в том, чтобы счастье было всем. Как можно больше получило общество после этих двух реформ. Мы предполагаем, что у нас два периода. И опять же, получается, мы можем либо проводить две реформы сразу. Получается, что две реформы сразу, они одновременно сразу же и заблокируются, и не проведутся. Мы здесь предполагаем только то, что вторая реформа, она приносит больше выигрышей. Ну, тогда ее лучше же делать, если нет? Ну, и скорее вот, если ты картинка, которую мы нарисовали. Сейчас мы дальше к этому придем, но, в принципе, да. Дальше. Два периода. И, соответственно, в этом мы можем либо остаться с тем, что у нас есть, либо провести одну реформу, либо провести обе реформы. Если реформу провели, здесь у нас уже нет никакого отката. Если мы ее проверили, то все, она уже осталась. И дальше мы будем смотреть на вот эти взаимношения выигрышей и проигрышей. Вот это вот L1 плюс G2, L2 плюс G1, они будут негативные. Потому что мы предполагаем, что у нас поддерживается вот это. То есть нам нужно, чтобы две группы населения выиграли, тогда вот это только будет позитивным. Если у нас выигрывает только одна группа населения, соответственно, просто L1 плюс G2 будет негативным. Просто L2 плюс G1 будет тоже негативным. И если мы про это думаем, мы знаем, что нам нужно добиться того, чтобы у нас две реформы провелись. И для нас, как для государства, было бы выгоднее провести эти две реформы сразу, соответственно, не нести ничего, никаких издержек ни на что. И у нас бы сразу мы получили какие-то бенефиты от этих реформ. Но Big Bank у нас не получится, потому что будут всегда две группы, которые будут их блокировать. И получается, что у нас будет, если мы проводим постепенную политику, то у нас мы получим какое-то majority. В принципе, мне даже кажется, что тут не важно проводить, какую реформу проводить первой. Потому что в любом случае одна конкретная реформа, от нее выигрывают две группы населения. Просто в случае со второй реформой эти две группы населения получат больше. То есть они в любом случае поддержат эту реформу, чтобы она провелась. Соответственно, тут без разницы начинать с первой или со второй. Соответственно, вот это вот такое постепенное проведение, оно приведет к тому, что реформы проведутся. Если мы, когда бы мы провели первую реформу, у нас, соответственно, majority всегда проголосует и за вторую реформу тоже. Они второй еще больше выигрывают. Да, грубо говоря, у нас просто в большом взрыве было бы, что сожглись бы, ну, взыгнанно сожглись бы вот эти вот плюсы, а так, когда постепенно они сжигаются. Ну, можно так говорить, но тут в смысле даже в том, что они поддерживают только если они выигрывают. Если они проигрывают, они всегда не поддерживают. Соответственно, мы просто играем на том, что им выгодно эту реформу провести. Если в Биг Бенге у них, ну, просто двоим невыгодно и все. И двоим невыгодно не поддерживают, они никак не проведем эту либерализацию. А частично получается. Дальше мы можем посмотреть на вот эту группу-2. То есть это у нас проводится первая реформа. Мы должны получить, соответственно, поддержку на нее. от реформы-1. Соответственно, у нас группа-0 ее поддерживает. И вот эта группа-2. С одной стороны, эта группа-2 выигрывает от этой реформы. С другой стороны, она знает, что завтра будут реформировать ее. Если провести эту первую реформу, то завтра будут реформировать их сектор. Завтра они проиграют. Нам нужно, чтобы они знали, что они тоже от этого всего в итоге выигрывают. Будут ли они сегодня голосовать за эту первую реформу, зная о том, что завтра будут реформировать их, и завтра они проиграют. То есть у нас вот их надо убедить, чтобы они за эту первую проголосовали тоже. И получается ситуация такая, что сегодня им лучше все-таки голосовать за эту первую реформу, потому что то, что будет завтра, они знают, что завтра за реформу их сектора большинство все равно проголосует. То есть завтра они в любом случае потеряют. Поэтому им лучше получить что-то сегодня и выиграть сегодня, чем завтра гарантированно потерять и сегодня не получить ничего. Соответственно, у них, получается, создается тоже интерес в том, чтобы проголосовать за эту первую реформу. И вот эта разделяя и властвует техника, получается, она играет на интересах разных групп населения. То есть мы знаем, что одни группы в обществе проигрывают от реформы, другие выигрывают реформы. Мы пытаемся найти те группы, которые от одной конкретной реформы они выиграют. И как-то, получается, нашу, можем говорить, избирательную компанию сконцентрировать на этих группах населения, которые выиграют, и от которых мы можем получить большинство. Ну и, в принципе, часто в любой избирательной компании такое возникает, что кандидаты ориентируются на какие-то группы населения, чтобы получить их большинство. И, соответственно, каждый из них верит, что для его реформы это какие-то одни группы важны, другие группы не важны. Ну, важны в смысле то, что они выигрывают, как бы проигрывают. Ну, и есть ситуация, что им, в принципе, ну, нету отката назад, то они просто концентрируются на той группе, которая их поддержит, и все. Ну, и да, и можем мы об этом еще думать, как вот, допустим, эта избирательная компания, чтобы пройти парламент. Как только они прошли в парламент, они могут делать все, что угодно. Но именно главное пройти в этот парламент. Соответственно, чтобы пройти в этот парламент, нужно поиграть на интересах и то и каких-то нескольких групп, чтобы получилось. И также, получается, они играют на конфликте интересов между двух групп. Тут этот сектор один, сектор два, они, соответственно, каждый из них заинтересован в том, чтобы реформировали не их, а другой сектор. И, играя на конфликте интересов этих двух групп, получается, возможно, что мы можем провести эти реформы. И такая ситуация, получается, всегда будет работать, если только вот эти группы не смогут, если они смогут как-то обсудить эту ситуацию, договориться, тогда, получается, реформы эти провести не получится. Но так как договориться они не могут, то получается, что мы всегда можем провести таким образом эти две реформы, играя на конфликте интересов. Ну и также можно думать о каких-то оптимальных стратегиях, как мы можем эти реформы пытаться пакетировать. Допустим, у нас их там не две, а десять. Как их лучше провести две сначала сразу, либо пять сразу и остальное, либо все десять сразу. Тут вот это вот объединение реформ, их можно называть пакетированием. На это тоже есть теоретические модели. Я просто решила, что уже сложно будет удержать ваше внимание еще и на этих моделях. Смысл в том, что, опять же, когда у нас несколько реформ, мы как-то решаем, сколько и какие из этих реформ мы проводим. И также, опять же, играем на этих экспосты, эксампы. Вижу просто, что это подождение, потому что это более сложная система. Да, да, да. Ну, и так как большой скачок, он, в принципе, подразумевает большую экономическую эффективность, в том смысле, что если мы проводим эти две реформы сразу, мы просто меньше несем издержек на их проведение, с точки зрения, может быть, административных каких-то издержек. И быстрее. Да, и быстрее это тоже может быть провести. То есть в этом смысле вот этот биг-бэнк, он кажется и более эффективным, и с большей вероятностью получит вот эту поддержку большинства. Ну, и, в принципе, когда это все обсуждалось, многие страны, они пошли по пути того, чтобы провести несколько реформ сразу и потом уже развивать институты. Некоторые только из стран концентрировались на институтах изначально, но какой-то пакет реформ большинство стран все равно провело одновременно развитие, допустим, либерализацию цен. Приватизация в разных странах проводилась по-разному. Кто-то ее пытался делать постепенно, кто-то пытался делать скопом и малую, и большую приватизацию. Но ведь мы тогда смотрели в самом начале картинку, ну, вот, по результатам реформы. Но выиграли те, кто делали постепенно, ну, в лучшей ситуации оказались. Или мы не можем с вами? Те, кто делали, да, постепенную приватизацию, постепенное создание институтов. Но все равно, чтобы... А модель говорит, ну, а тут говорится наоборот. Ну, чтобы дальше создавать и развивать эти институты, нам изначально нужно что-то создать. И, соответственно, если мы только что-то одно создаем, это не всегда эффективно. Нужно все равно создать какую-то базу, в смысле, какого-то базового финансового сектора, социальной системы. Так он у них уже был просто, да? По этому году? Ну, у некоторых он просто начинался развиваться раньше. Но многие страны, они это разбитие все равно начали в конце 80-х, начале 90-х. Тоже с копом. То есть тут говорится, что, в принципе, для экономики лучше, когда мы разово все проводим. Да. Но в реальной жизни у нас получилось, что страны, которые провели все разово, они, ну, на низших позициях. Выходило так, да. Ну, тут, опять же, все эти модели, они такие очень упрощенные. Тут очень много допущений, да, и не учетов. То есть мы никак не смотрим на какие-то социальные какие-то вещи. То есть, когда у нас все эти реформы проводятся, у нас, соответственно, получаются люди, которые сразу выходят, допустим, за черту бедности или еще такое. То есть их же нам нужно поддерживать, на это тоже издержки. То есть всех вот этих вот вещей, конечно, в теории не было. Так, ну и это, в принципе, все по вот этим стратегиям реформ. Сейчас я хочу рассказать вам немножко о экономическом развитии и коррупции. В принципе, то, о чем я буду говорить, я изначально планировала провести одной из последних лекций. Ну, просто чтобы мы в среду освободились немножко раньше, и так как у нас время сейчас есть, я решила эту лекцию вам рассказать сейчас. Тут будет одна модель и потом несколько разных графиков. И в конце я расскажу про одну статью интересную, которую тоже можно использовать, в том числе используя данные из него. Мы поговорим про экономическое развитие этих переходных экономик. Начнем с того, что мы посмотрим на модель неформальной экономики. В развитии неформальной экономики есть такая модель мафии. То есть у нас будет два сектора. Один сектор у нас, соответственно, будет таким официальным сектором, другой сектор будет неофициальным сектором. Мы посмотрим, как они взаимодействуют. И дальше просто посмотрим на несколько разных графиков, на то, что происходило в течение переходного периода, какие развития были. Вообще, неформальная экономика – это такая вещь, которую достаточно сложно оценивать. Потому что мы знаем, что она есть, но как ее оценить, очень сложно. Одним из подходов к оценке этой неформальной экономики является подход по спросу на электроэнергию. То есть если предприятие, допустим, действует в неформальном секторе, то налоги оно может быть и не платит. Но чтобы действовать, оно всегда все равно потребляет энергию. И когда на этом, по спросу на электроэнергию, иногда пытается оценить размер неформального сектора в экономике. То есть по тем налогам, которые заплачены, выходит так, что производство, допустим, должно быть на одном уровне. А если смотреть на спрос этого предприятия на электроэнергию, получается, что оно потребляло гораздо больше, чем ему нужно было для производства этого выпуска. Соответственно, вот эта разница дает возможность каким-то образом примерно оценить неформальный сектор. Есть несколько статей, которые пытались это делать. Одни это пытаются делать для предприятий, по спросу на электроэнергию со стороны предприятий. Вот это, в принципе, один из самых обсуждаемых подходов к оценке этой неофициальной экономики. Здесь таблица, я не помню конкретно, здесь таблица из указанного источника Джонсона и соавтора 1997 года. Нужно посмотреть, как конкретно они оценивали эту долю неформальной экономики. Но цифры отражают процент неофициального GDP по отношению к официальному GDP. То есть доля неформальной экономики в экономике для разных годов. Начиная с 1989 по 1995. И получается, что по оценкам неформальная экономика, когда мы начинали переход, она была в районе 10% во многих странах этих переходных. И дальше она, 12-20% Болгария, Румыния, Венгрия. Дальше было развитие максимума, я вижу, получается, Грузия, вроде 63,5% в 1994 год. То есть это примерные оценки, по какой процент GDP он, так скажем, забирался неформальной экономикой. Ну вообще, забавно, что оценки официальные, ну и вот те, которые, я так понимаю, дают авторы этой статьи. Ну вот в Эстонии, по-моему, единственные, где оценки официальные больше. Ну и в Голоруссии достаточно точные относительно. Ну просто вот если сравнить то, что официальная дает САДИСТИКА и то, что дает этот анализ, ну, достаточно эффективный метод, надо сказать. Ну да, надо посмотреть детали методологии, но самое известное, как я говорю, через спрос на электроэнергию. Поэтому я вполне допускаю, что и он это как-то на основе того же делал. Ну и дальше возьмем вот эту модель мафии и государственной защиты. Допустим, у нас вот есть эта переходная экономика, в которой индивиды должны максимизировать, индивиды либо фирмы должны максимизировать свою полезность. Если мы говорим про полезность, значит, индивиды. И они могут при этом работать либо в официальном секторе, либо в неофициальном секторе. Соответственно, будут получать официальную и неофициальную зарплату. И будет официальное и неофициальное производство. Альфа – это вероятность того, что он работает в неофициальном секторе и получает, соответственно, полезность UL. И 1 минус альфа – то, что он работает в официальном секторе и, соответственно, получает UP. И 1 минус альфа – то, что он работает в официальном секторе. И 1 минус альфа – то, что он работает в официальном секторе. И дальше у нас есть, соответственно, официальный и неофициальный сектор производства. Каждый из этих секторов, он что-то должен платить. То есть, если мы говорим про официальный сектор, соответственно, он платит официальные налоги. Неофициальный сектор, соответственно, будет платить какие-то неофициальные налоги за крышу. Что-то такое, за какую-то защиту. Соответственно, те, кто решают работать в официальном секторе, будут платить ТАОПИ в качестве налогов. И производственная функция у нас КУПИТИ. То есть, она так моделируется через налоговое поступление. Можно об этом думать, как о том, что в зависимости от того, какие налоги мы платим, как-то у нас производятся, допустим, товары, общественные блага. Соответственно, КУПИТИ – это наша производственная функция. И из этого вводятся оптимальные условия, как у нас, в принципе, выглядят функции на налоговые доходы. Что такое Т степени, БТА? Ну, БТА – это, если мы думаем про вот эту стандартную функцию Коба Дугласа, как отдача на ресурсы. Просто здесь один. Обычно взвешивается хотя бы на два ресурса. Ну, да. Или на один, как-то так. Как-то да, так. Ну, не очевидно, но в том смысле, что есть какая-то тоже какая-то отдача от масштаба, и это нелинейная функция. Они это вводили как нелинейную функцию. И похожая ситуация у нас есть для неофициального сектора. Соответственно, у нас есть… В неофициальном секторе они должны что-то платить мафии. Их производственная функция зависит от доходов, которые получает Рэкет. И это, опять же, степенная функция, которая нелинейная. Так, а кулиты – это всё-таки выгода, да? Ну, то есть, если я всего меньше бета, то мы что, говорим, что заведомо одно выгоднее, чем другое, или что? Нет. Ну, он должен быть более… Официальный сектор должен быть более эффективный из этого условия. Ну, эффективный в том смысле менее… Ну, Q, получается, наша производственная. Ну, менее затратный, да? Потому что тут производственная функция – это наши, в одном случае, это наши, в общем-то, фактически, издержки по налогам, а во втором случае – издержки по крыше. Да. И… Ну, нет, не зеркать доходы от налогов и доходы от крыши. Допустим, R, T, и R, и само R и T одинаково, да, то тогда, если бета больше, чем эпсилон, значит, нам официально находится дороже, чем крыши, да? Ну, R – это доходы от крыши, и T – это доходы от налогов. То есть, допустим, мы говорим про это, про производство общественных благ, что Q – это то, сколько мы можем произвести… Мафия – это какая-то тоже часть общества. Да. И мы доход мафии засчитываем в общественной… В неофициальном секторе, да, мафия тоже, получается, что-то производит, но не в официальном секторе. И мы можем посчитать полезности агентов как то, что… Та часть производства, которая им достается после налогов. Но, опять же, все выйдет к тому, что все… Это зависит от пропорции официального, неофициального сектора, и вот этой эффективности бета и хси. Бета и эпсилон. Еще раз, эффективность бета-эпсилон – это, грубо говоря, эффективность работы на государству в платить налоги или платить мафии. Да? Еще раз. Или в какой пропорции. То есть, я думаю, что там навесие должно быть достигнута где-то на какое-то соотношение между бетами, да? Угу. Ну, официально нам… То есть, нам нужно найти вот эти вот альфы. Ну, это есть то самое соотношение. Эффективное, да. Эффективное равновесие у нас будет, когда у нас нет этой неофициальной экономики, соответственно, utility от неофициальной экономики равна нулю, utility от официальной экономики равна чему-то. Неофициально, неофициально, неэффективное равновесие, когда у нас нет официальной экономики, есть только неофициальная экономика. Соответственно, невыгодно оставаться в официальном секторе. Это будут два стабильных равновесия в этом, в этой модели. И нестабильное равновесие, это когда у нас, соответственно, utility от официального и неофициального сектора, они равны. Из этого можно найти какую-то альфу, соответственно, это будет нестабильное равновесие. Нестабильное в том смысле, что от него каждый захочет отклоняться. То есть, может быть какая-то ситуация, при которой он может получить лучшую utility. По условиям этой модели выходит, что у нас вот эти стабильных равновесий 2 будут, опять же, они зависеть от ставок этого, ставок рэкета и ставок официальных налогов. И от того, как формируется производственная функция, как эти эпсилон и бета взаимодействуют. Мы предполагаем, что вот этот эпсилон меньше, чем бета. Соответственно, наша производственная функция в официальном секторе будет более эффективной, чем в неофициальном секторе. Это такая небольшая моделька. Я найду статью, по которой она делалась, можно будет просмотреть. В принципе, автор пытался создать какое-то объяснение выгодности существования неофициальной экономики. То есть, нет как раз никаких выгодностей. То есть, получилось-то все-таки так, что либо 0, либо 1, да? То есть, мы имеем два равновесия. Есть? То есть, либо она есть? Либо все неофициальное, но это неэффективное равновесие. И неустойчивое. Неустойчивое. Как раз какая-то доля, да. Ну, почему? Ну, если здесь нечего ввести то, что государство всегда борется ценевой экономикой, то здесь как раз таки будет некая плавающая точка равновесия, что государство всегда как бы против, а ценевая экономика пытается выжить. Вот. И она так будет плавать-плавать, а потом станет подразумевать. Если предполагать, что вот эта кси-эпсилон, она меньше беты, то дальше все будет зависеть от вот этих вот ставок налогов в официальной экономике и в неофициальной экономике. Ну так всегда же и бегут от ставки налогов. Правильно? Понимаешь? Так бежать-то некуда. А почему некуда? У них всегда будет какая-то маска вот эта, которая будет давать меньшую ставку. Ну там ставка вносит положительный характер, это как ставка доходности. То есть бета-эпсилон это... Проценты твоей прибыли, которые ты отдаешь. Всегда, в любом случае. Только ты отдаешь либо побольше, либо поменьше. Ты отдаешь куда-нибудь поменьше. Вот. Но с учетом того, что мафия не может поднять себе эту ставку, потому что ее дают государство, вот это получается как очень кровоповесенька. Я думаю, что это не так. Мораль такая, конечно, немножко непонятная. Что она говорит кроме как бы улыбочных вещей. Пытается моделировать два сектора. Ну да, мне самой кажется, такие не очень очевидными вот эти производственные функции. почему они зависят от доходов от налогов и от доходов от рэкета. Ну то есть объяснение, которое находится на производстве общественных благ. Но почему неформальный сектор тоже производит какие-то общественные блага, вот это не очень очевидно. Это, наверное, потому что фирма, которая платит налоги собственно на мафии, или магазин тоже производит товар на какого-то потребления, кому-то? Ну, в данной модели единственное производство, которое есть это производство, исходя из доходов от налогов и исходя из доходов от рэкета. То есть нет никакого другого товара, который здесь производится. Нет, но он все равно производится. Он же все равно есть. Товар есть всегда, вот это и есть полезность. Просто она как-то может распределяться между государством и мафией, это и все. Ну и сейчас просто посмотрим несколько таких табличек, графиков про разные индикаторы развития этих переходных экономик. Они все тоже скорее на уровень, на дату 90-х годов, более свежие циферки я посмотрю, последние лекции вам покажу. Мы посмотрим на неравенство, бедность, уровень жизни, продолжительность жизни, безработицу и развитие социального сектора. Мы об этом еще будем говорить, что во время этого переходного периода очень сильно упало производство. Мы посмотрим на причины этого производства и соответственно с падением производства очень упали и доходы населения, и вырос этот неформальный сектор. То есть с ростом этого неформального сектора какие-то частные доходы, они стали тоже превышать. Ну опять же, зарплата вот эта в конвертах, она была больше, чем официальная зарплата. И это в большинстве переходных этих экономик наблюдалось. Это у нас таблица по изменению в реальном GDP на душу населения и реальном доходе населения, опять же, на душу, в разных странах. То есть изменения на начало этого переходного периода в Польше, изменения по сравнению с 87-м и 93-м. Получается, доходы упали на 12-11%, а реальные доходы населения упали на 26%, ну и даже в каких-то странах это было еще больше проблемой. То есть доходы падали до Кыргызстана на 66%. То есть во многих таких странах это в начале переходного периода, после начала реформ возникали вот эти ситуации, с тем, что население становилось более бедным. И если посмотреть на это, здесь таблица достаточно мелкая, в ней сколько машин и телевизоров имели люди на тысячу человек в 90-м году и в 97-м году. Тут это тоже как реальные, можно рассматривать цифры. Здесь уже, а? Символичество же должно было. То есть мы просто все время читали статейку про то, что реально в России уже стало лучше. Потому что по сравнению с началом 90-х почти у всех появились машины и ЖК-телевизоры. Но сейчас вы сравниваете на какой период, то есть сравниваете какой период с каким периодом? Ну это к началу 2004-х годов. То есть по идее в этой таблице все тоже должно было вырасти. А что там так и есть? Ну здесь так и есть. Это что-то должно показать. То есть до этого была таблица, которая показывала, что реально доход упал. А эта таблица показывает, что стало лучше. Здесь он упал, но здесь период, тут показывается начальный самый период, первые 4-5 лет реформ. Вот эти первые 4-5 лет. Начало было очень плохо. Потом стало лучше. И стало лучше во многих странах. Я сейчас сравниваю эти цифры. В принципе, во многих странах, да. Практически во всех. А может просто телевизор? Ну тут на уровень цен тут скорее всего они как-то корректировались. Дальше коэффициенты по неравенству в разных странах. Опять же, это неравенство в расслоении во втором, более позднем периоде. Перехода, оно стало больше. То есть вот эти, не очень это различимо, но те, которые высовываются, это уже второй период, 95-97 годы. А в 88-89 это черные полоски. Соответственно, во всех странах в дальнейшем переходом неравенства стало большим. Если посмотреть на источники этого неравенства, это разница в заработных платах и разница в social security payments в пенсиях, например. То есть в социальных каких-то трансферах, пособиях, пенсиях. Здесь для нескольких стран. То есть это то, какую часть вот этого Gini коэффициента привносят каждый конкретный фактор в каждой стране. Ну и соответственно, если смотрим на Россию, большую часть неравенства приносило именно неравенство в заработных платах. А есть какой-то перекрестный анализ зависимости вот этих факторов от проводимых реформ? То есть связь между, например, вот в России проводились реформы такие-то и так-то, да? Ну, скажем, приватизация у нас была массовая резко, да? И сразу же увеличилось равенство заработной плате. Ну, например, вы что-нибудь такое совершили? Это будет интересно. Они везде люди одинаковые. Одинаковые? Ты не знаешь? Нет, ну, мы же говорили, что в той же Польше там постепенно всё было и… Один мой коллега писал диссертацию по вот этим источникам неравенства в Белоруссии. Я не помню, смотрел он какой-то эффект конкретной реформы или нет. Я точно помню, что он там вот эти расслоения, да. Он как-то рассматривал, как в течение переходного периода изменялись вот эти вот разные источники. Джинни в Белоруссии. Возможно, он так же на реформы это как-то смотрел. Но, я думаю, должно быть… По некоторым хотя бы странам должны быть похожие исследования, да. Это у нас коэффициенты бедности, опять же для нескольких стран. И это процент людей, живущих на 2,15 доллара в день. Процент людей в экономике. И если мы посмотрим, то у нас получается самый бедный – это Таджикистан. 68% населения живет на 2,15 доллара. Даже на 99-й год когда-нибудь. 99-й год уже период таких… В период, в котором уже многие страны прошли эти территории. Ну что-то какая-то неадекватная политика? Это по данным Всемирного банка. Ну и что по данным Всемирного банка? Всемирный банк немножко накосячит? Нет, наоборот, конечно. Ну просто… Ну они совершенно… Украина, у которой там было падение на 64%, да, доходов населения, доходов на душу. И у них вот тут стоит 3%, да. А у России, у которой, в общем-то, падение было в 2 раза меньше, тут стоит 18,8. Вот просто… Если данные из одного и того же источника, они просто не стыкуются вот от этого, не стыкуются с тем, что было до этого. Ну да, может быть, тут… Кстати, эти данные… Не телевизор, но вот это… Да, да. Ну вот смотри… Ну это расчеты… Есть тоже самое СНГ, но… Может быть, там другой период, но, в общем-то, довольно близкий. То есть за это время такие вещи не выравниваются. Вот… Беларусь и Россия по степени, скажем так, вот… Реальный доход на… На… На 40. Да. То есть 33 в России и 30 в Беларуси, да. Это означает, что мы должны, в принципе, там увидеть Россию и Беларусь где-то близко по бедности. Да это? Ну там небо и земля. В Беларуси бедных 1%, в России – 18%. Фигня какая-то. Надо просмотреть… Может, не просто другая страна… Ну как, другая страна… Не, ну это так же… Можешь сказать русским языком… 11% людей, живущих на 2 доллара в день. Тут не это самое… Разночтение быть не может сравнить с тем, что написано. Какая-то… Сейчас… Ну результат страны… Неформальная экономика… Ну по их оценкам Беларуси меньше. Опять же… Это еще одна таблица по продолжительности жизни в течение этого переходного периода. В принципе, во многих странах изменялась и продолжительность жизни в течение этого периода и падала. Продолжительность жизни. То есть мы просто видим, что последствия реформы во всех сферах жизни… Ну тут не обязательно… Собственная экономика… Экономика, допустим, тут… Ну тут, да. Тут демографическая… Война тоже. Война, да. Она на этом графике отразится. Хотя, опять-таки, допустим, в Армении это был Карабахский конфликт. И следов его нету. То есть… Жизнь 69, 68, 70. В России упал резко. 64, 57. Ну там яма была у нас. И у нас еще какая-то гемографическая яма как раз самая большая. Ну так она же должна быть тогда по всему союзу. Нет, нет. Ну как нет. Гемографическая яма считается, что это последствия Второй мировой войны. Ну а значит она более-менее одинаково должна коснуться всех. Ну мы видим, что нет. Рождаемость Центрально-Азиатских стран. Ну она всегда… Гемографическая яма – это… тут-то продолжительная жизнь, причем здесь демографическая яма. Демографическая яма – она рождает. Нет, ну то есть она до этого, ну тогда ни при чем, ни при чем. Это младенческая смертность в этих странах. Ну вот это уже… Это вот уровень медицины, да. То есть опять же может отражать, с одной стороны, и развитие сектора здравоохранения, насколько… насколько могли поддерживать родившихся. И она тоже в некоторых странах росла в этот период. То есть по многим индикаторам, как социальным, так и экономическим, были изменения в этот период. Я привела сюда просто несколько разных таких табличек. Ужасно прикольный на самом деле график, потому что считается сейчас, что вот если бы не выхаживали больных детей, то возможно, если бы было много здоровей, то даже невозможно точно. Потому что сейчас очень много детей больных спасают, а потом государство несет очень большие издержки на них. Это данные по безработице. Опять же, это данные по официально зарегистрированной безработице. Могут быть еще какие-то разницы в методологиях подсчета в этих странах. Поэтому не всегда эти цифры сравнимы между странами. В принципе, уровни безработицы по официальным цифрам, они не настолько высокие, как могли бы быть. Хотя в некоторых странах тут достаточно высокие цифры выходят. Интересно, почему у нас до 1998 года цифра только росла? То есть это как раз закрывались предприятия, закрывались, 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 а потом в 1999 году что произошло, почему не сейчас начало? То есть, во-первых, там не сильно начало, то есть температура поменялась? Да. 13, 11 это тоже по карте. Катанец нет. Ну почему? Прямо как страны 2%? Это нормально. Ну опять же, это официальные. 12,4 и 11,7. Это полпроцента. А, я не помню. Полпроцента. Полпроцента. Опять же, эти все цифры, они на официальную безработицу. Официальная. Что значит? Человек, идущий на биржу труда и регистрирующий себя как безработного, только в этом случае он попадал в официальную статистику. Соответственно, тут могут быть еще... Цифры могут быть большими, если бы все регистрировались. Это то, какие были тренды в расходах на социальную сферу, на пенсии, разные пособия. Опять же, по группам этих стран, как процент от GDP. Во многих странах, ну, судя по этой картинке, это у нас United Nations Development Program. Здесь у нас возрастают расходы на социальную сферу. Хотя, высокие, но... Ну, тут про эффективность, судя по этой картинке, судить сложно, но были и бедность, и безработица в этот период. Также, тут таблица совсем мелкая. Здесь процент, так называемого, захвата государства, state capture. Процент фирм, которые были подвержены каким-то захватам государства с точки зрения каких-то законных актов, банков. Сейчас я как раз про это расскажу. Есть... Вообще, захват государства предполагает, что у нас есть... Каким-то фирмам в экономике даются какие-то преференции в смысле либо какого-то льготного налогообложения, либо с точки зрения того, что они могут как-то... Ну, какие-то контракты они получают лучше. То есть, вот эти... По определению захват государства предполагает, что создаются какие-то законы на то, чтобы часть из фирм регионов, они поддерживались. И это сейчас мы начали говорить про статью 2004 года. Они... Это Слинко, Яковлев и Журавская. Они считали вот этот State Capture Index для разных регионов России на основе финансовой статистики, на основе вот этих законных актов по разным регионам. Как пример вот такого... Такой преференции может быть вот этот... То, что я здесь пишу. В 1998 году в Волгограде или Волгоградской области были преференции даны вот этому Волгоградскому тракторному заводу по созданию специальной экономической зоны. Соответственно, преференция давалась вот этому конкретному заводу. Были льготные условия для него. В принципе, вот про такие вещи не всегда... То есть, с одной стороны, можно это... Эти индексы и эти преференции можно... Они говорить как о какой-то коррупции и лоббировании. С другой стороны, это могут быть совершенно законные акты на поддержку определенных предприятий региона. То есть, здесь не всегда можно говорить о том, что это... Тут коррупционная составляющая как-то подвержена. По итогу они эффективны или нет? Ну, это надо смотреть на развитие. В принципе, в статье они смотрели как раз, как вот эти... Этот state capture, захват государства, он повлиял на экономическое развитие. В принципе, экономики. То есть, и один из выводов к тому, что они приходят к тому, что он помешал развитию малого сектора. Данные, которые используются, это такая сконструированная датабаза по региональным законам и каким-то подзаконным актам, которые давали какие-либо льготы крупным предприятиям регионов во всех регионах. И они оценивали вот эти вот... Для нескольких годов, как это соотносилось с развитием этого предприятия и с той политической силой, которую оно имело. Они находят, что политически сильные фирмы, то есть фирмы, которые получали вот эти преференцированные тритмы, в среднем они развивались лучше. Но это, соответственно, развивались лучше они за счет того, что другие сектора и другие предприятия, которые не получали этих преференций, они развивались хуже. Это повлияло также негативно на рост малых предприятий. То есть это попытки что-то спасти? Ну, с какой-то стороны, да. Можно так об этом говорить. Есть просто такие несколько статей, которые говорят даже, что коррупция в переходных экономиках, она дает положительный результат. То есть она дает возможность развиваться тоже. Они показывают, что вот эти льготные законодательства с точки зрения одних фирм, оно может мешать экономическому росту, прежде всего, росту малых предприятий. Тоже такая достаточно интересная статья. На самом деле, есть две статьи, они эти данные немножко апдейтили, и эти данные есть для нескольких периодов. Я ее в свое время тоже использовала, эти индексы, которые они конструировали как прокси для коррупции. На самом деле, сложно говорить, что это не всегда коррупция, но с другой стороны, с какой-то частью это тоже может отражать коррупцию, быть таким официальным, не субъективным индексом коррупции в каком-то смысле. Так, ну и это, в принципе, все на сегодня. В начале следующей недели мы будем говорить про модели либерализации и приватизации. И дальше посмотрим еще на данные, на несколько таких эмпирических статей, которые рассматривали разные аспекты в этих переходных экономиках. Спасибо. Спасибо.